всем привет сегодняшнем видео я постараюсь вам показать как можно вдвоем за полдня сделать врезать вентиляцию в готовую крышу на данном объекте мы занимались отделочными работами на мансардном этаже и вот популярная ошибка это не предусмотрели вентиляции мансардного этажа это чревато тем что на самом деле там очень большая влажность у нас там мешки наша смесь начинала просто схватываться буквально за неделю за две хотя когда там находишься живешь ты этого не ощущаешь так что на будущее кто делать мансардный этаж и обязательно сразу предусматривайте вентиляцию чтобы потом вот так вот не мучиться не лазить не переделывать готовый ремонт нашем случае мы особых потерь не понесли но все равно лишнюю работу делали началось все с того что мы сначала долго искали как же лучше все-таки сделать эту вентиляцию опыта очень мало было по вентиляции поэтому мы очень долго в течение месяца вообще разбирались выбирали какую же вентиляцию нам применить что придумать один из знакомых нам посоветовал вот такой найти проходной элемент и очень быстро и просто его смонтировать на крышу доступа особо с улицы не было поэтому было принято решение вылезти на крышу через мансардное окно но мы достали сколотили лестницу по-быстрому уклон крыши у нас был крутой поэтому просто стоять самому ни за что не державшись не было варианта в принципе такую лестницу собрать из доски дюймовки у нас это заняло всего лишь там 15-20 минут подготовили все внутри помещения чтоб нам потом уже не возиться и все сразу уводить туда куда надо вырезали в потолке в гипсокартоне такой квадрат лаз скажем так что можно было туда утеплитель подавать не забывайте у нас с крыши доступа нет поэтому пришлось как бы портить потолок других вариантов у нас просто не было кстати гипсокартон вместе с профилями очень идеально резался обычным реноватором обычная насадка по металлу режет и гипсокартон и профиля сразу вырезали так как нам надо было в нужном нам месте я думаю если кто-то будет делать то же самое как имейте ввиду что можно использовать реноватор и все это очень быстро сделаете точно так же мы прорезали как профиля так и черновую подшивку то есть обрешетку нашу нижнюю все это делалось реноватором буквально за то же самое 15 минут все это подготовили после чего мы рассмотрели наш нашу трубу наш проходной элемент там в комплекте имеется специальный шаблон прикладывать на нашу черепицу обводите его это уже нужно нам по диаметру это отверстие кстати у кого черепица круглая тем будет проще поиском проходного элемента потому что под полукруглую обычную стандартную черепицу достаточно большой выбор принципе во многих магазинах он есть нашем случае была черепица каскад поэтому мы замучились как бы искать проходной элемент универсальный там площадка идет квадратный дальше видео я вам покажу ее нужно будет подрезать уже самому еще раз повторю под полукруглую уже есть готовый проходной элементом ничего резать ничего дорабатывать не надо приставили черепицы и все а вот уже под каскад уже нужно было там самому кое-что мастерить чтобы прорезать в кровле ровное отверстие аккуратно можно использовать просечные ножницы но так как они дорогие я советую вам просто купить за две две с половиной тысячи обычный сверчок то же самое как бы имитация просечных ножниц только вы его можете вставить в обычный шуруповерт или дрель и точно так же сделать фигурный рез как режет сверчок мне понравилось очень быстро аккуратно даже без подготовки какой-то день я нигде не экспериментировал нигде не пытался резать тут сразу первое отверстие сразу получается все замечательно но сверчок останется может быть когда-нибудь еще пригодится специально сделал пометочку для профессионалов я здесь не буду использовать какие-то специальные термины кровельные потому что еще раз повторю мы не кровельщики отделочники я буду рассказывать так как есть простыми словами чтобы люди поняли вот в этом проходном элементе есть еще вот такая манжета то есть резинка при влаге дождю насадком не дает попадать под кровлю вот эту манжету мы прикладываем на наши отверстия в комплекте кстати специальный силикон герметик сначала мы проходим все герметиком но естественно предварительно не забудьте металл все железо все обезжирить обезжирку обычную самую дешевую берем обезжирили нанесли герметик и сверху приложили эту манжету этой манжете опять-таки в комплекте есть нам специальные саморезы которым и по периметру все это прокручиваем стягиваем все то есть манжету когда мы поставили вот это основная самая сложная работа сверху мы надеваюсь декоративные вот эти элементы кто касается вот универсального этой элементы сверху вот эта накладка вот у нее есть небольшая волна у нас сама площадка как бы плоская прямоугольная но на ней есть такая волна небольшая. На каскадную крышу она не становится. Чтобы это все стало красиво, мы просто вот эти волны аккуратненько отрезаем. Мы тоже отрезали реноватором, но это можно было сделать ножовкой по металлу, либо ножницами просто можно тоже все это отрезать. Когда мы срежем вот эти волны маленькие, у нас площадка идеально становится на каскад. Просто снизу тогда будет смотреться намного приятнее и покрасивее, чем с этими волнами. И еще сверху на вот этом колпаке на самом есть глазок, уровень. Очень удобно, не надо специально там снизу кому-то стоять, смотреть ровно неровно вы поставили эту трубу. По глазку можно сориентироваться, выставить горизонт трубе, все, можете не беспокоиться снизу слезете, будет все идеально ровно. Дальше мы переходим в подкроильное пространство и начинаем протягивать наши трубы. Сразу поясню, чтобы избежать конденсата, все об этом знают, нужно трубы утеплять. Для этого существуют специальные трубы оцинкованные, то есть сэндвич. Получается в них наружная сторона оцинковка, внутри утеплитель пятерка, по-моему, минвата и опять оцинковка. Но мы когда пришли в магазин, все эти трубы вышли, хотя у нас расстояние там небольшое, буквально там 2 метра нужно было протянуть, со всеми переходами и с поворотами, потому что они тоже, эти элементы отдельно продаются, они все утепленные тоже. И весь этот набор стоил порядка 12 тысяч. И было принято такое решение, что мы просто протянем каналю 110, ее утеплим. И в принципе будет все хорошо. У нас и так подкройное пространство, получается, кто-то эту крышу впидел когда-то на совесть. Подкройное пространство у нас тоже утеплено, то есть там минусовой температуры все равно не будет. И плюс мы еще все равно на всякий случай подстрахуемся, утеплим саму трубу. Мы взяли утеплитель пятерку мягкий, крутили, обернули эти трубы как можно было, как удобно было, потому что там места совсем не хватало. Вдвоем кое-как это все сделали, утеплили. Утеплитель мягкий тоже зафиксировать. Еще вокруг трубы нужно было придумать чем. Мы просто его фиксировали скотчем, потом все это дело обматывали вот этой блестяшкой, я не помню как она называется. Все это тщательно фольгированным скотчем, потом сверху обмотали. Еще момент, мы когда пропускали трубу, естественно, то повредили мы нашу гидроизоляцию. Для гидроизоляции тоже купили специальный скотч, все это заклеили, все хорошенько, но там затекания вряд ли какие-то будут, потому что во-первых у нас труба под самым коньком, даже если какой-то конденсат будет, но его не будет столько, чтобы он мог прям залить нам потом в помещение. То есть тоже как бы такой вариант исключен, но все равно все это хорошо тщательно проклеиваем, чтобы никаких у нас дырок, порезов не было. Я думаю с этапом утепления трубы и так всем понятно, здесь все нехитро, все утеплили. Дальше мы все точно так же аккуратно зашиваем, ставим назад наши профиля 60 на 27, прикручиваем гипсокартон, шпаклюем, заделываем швы и вроде бы все как и было. Потолок мы вернули как бы в исходное состояние, освещение мы подключили в вентилятор, он будет работать как принудительный, то есть включили свет, включился вентилятор и без вентилятора тоже естественная тяга есть, присутствует. Я специально оторвал кусок бумаги, если вам было интересно как бы работает вообще естественная вентиляция или нет. В таком случае у нас короткая труба получилась, высоту считаем, там буквально метра два. В длину в принципе тоже самое, наверное, там получилось. Но однако, как видите, естественная вентиляция тоже работает, все хорошо, то есть даже если вентилятор не будет работать, потихоньку будет все равно лишнюю влагу убирать. Еще раз повторю, мансардный этаж у нас очень большой, там как минимум 100 квадратов. Мы сделали только одну единственную вентиляцию, вытяжку. Это просто необходимо, потому что здесь будет санузел, открытая кабина душевая, там будет просто повышенная влажность, здесь она просто необходима, без нее никак. Если бы мы не сделали, то 100% даю гарантию, что с этой ванной бы случилась беда, пошел бы грибок и так далее. Но и этого мало, все равно в мансарде нужно делать в помещениях все равно тоже вентиляцию. Какому видео было полезным, ставим лайк. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, всем добра.